Павел Николаевич, все-таки что нужно делать для того, чтобы цены на продовольственные товары первой необходимости в стране не росли? Вот парламентские слушания, в которых вы приняли участие, какие-то рецепты выработало? Вообще-то они крутились вокруг вопроса, а что делать с ценами, потому что фракция КПРФ в Государственной Думе внесла предложение в закон о торговле о том, что надо регулировать торговые надбавки. Потому что цены у оптовиков, производительность госпродукции и цены на полках, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Иногда наценки доходят до 100-200%, и казалось бы, нелогично, выращиваешь, допустим, яблоки, коров, получаешь молоко, тратишь на это несколько лет, а потом больше, чем ты зарабатываешь, получает человек, организация, которая получила и через две недели продала все. И там много говорилось о том, что рост цены происходит не от того, что рост оптовой цены происходит, а от того, что накручивает очень много торговли. И там не только председатель комитета аграрного Кашина Владимирович Академик и Геннадий Андреевич Зюганов, который тоже очень интересно выступал, говорил, что да, никто в мире не ушел от плановой экономики. Все считают затраты, считают справедливую цену, и после этого делают так, чтобы продовольствие было доступным. Там, кстати, был академик Ушачев Иван Григорьевич, который убедительно доказал, что в стране, где больше 40% доходов подавляющее большинство населения тратит на еду, надо просто серьезно заниматься аграрной политикой. Не просто, как вот мы сейчас делаем, Геннадий Андреевич об этом говорил, меньше 1% бюджета направлено на поддержание сельских территорий и развитие сельхозпроизводства. Хотя в советское время меньше 10% никогда не направляло. А в Европе, там приводились цифры, что Америка, Европейский Союз тратит огромные деньги на поддержание фермеров. Например, скажу, что я там говорил о том, что около 36 или 37% в этом году Трамп, ну то есть Конгресс США направил, 36% получается от общего дохода фермеров, оказалось это деньги бюджетные. То есть если бы нам такие деньги направляли, да, это не только дотации, это разные меры поддержки, они могут быть совершенно разными. Например, вся продовольственная программа правительства США, которая поддерживает малообеспеченные слои населения, а это больше 70 миллиардов долларов проходит через Минсельхоз США. Помимо этого еще огромное количество поддержек совершенно разных. А там же многие говорили о том, что, слушайте, вот посмотрите, как растет цена на солярку, на минеральные удобрения, на средства защиты растений, как растут налоги, а мы платим сумасшедшие налоги по сравнению с другими странами. И вы хотите, чтобы цена не поднималась. Это невозможно просто сделать, тогда предприятия разоряются, они и так уже разоряются из-за вот этого огромного административного, налогового, тарифного льгот, гнета вот этого. Я же там говорил о другом, о том, что вообще во всем, во всех экономических просчетах государства, конечно, в итоге страдают люди. Вот я приводил пример. Смотрите, указ президента о том, что нужно экспорт продовольствия довести до 45 миллиардов долларов. И задача поставлена, ее можно решить разными методами. Можно, например, разработать программу, как это было в Советском Союзе, ввести необрабатываемые земли, все в обороты. После этого дать инвестиции в сельское местность, повысить зарплату, купить трактора, субсидировать минеральные удобрения. В результате увеличить производство селькозпродукции, которую потом вывести за рубеж. Ну, а по оценкам экспертов, я об этом говорил, что нужно было минимум еще дополнительно продать за рубеж 40 миллионов тонн продовольствия. Ну, Павел Николаевич, а сейчас... Подожди секунду, а дальше? А можно сделать по-другому. Сказать, слушайте, все, что у нас есть натурального, качественного, вывозим за рубеж, а в страну ввозим пальмовое масло, там, замените животных жиров, какие-нибудь соевые бобы, и из этого делаем еду для любимого народа, который, значит, мы должны защищать. Вот так и происходит. Вот и все. В результате что получилось? За счет внутренних источников, то есть не увеличивая производство, начали вывозить больше продовольствия, естественно, цена поднялась, потому что это основные рыночные механизмы. Если ты вывозишь продовольствие за рубеж, то продовольствие становится меньше, а если меньше любого продукта, то цена на него растет. Ну, и потом, продавая за рубеж по европейским ценам, за валюту, какой же интерес производителя продавать здесь? Вот об этом говорил академик Ушачев. Потому что второй удар – это то, что государство само курс рубля рушит и поднимает курс доллара, в результате выгодно становится вывозить за рубеж, а продавать здесь, к сожалению, малообеспеченному населению, а доходы населения не растут, а падают, ну, невыгодно. В результате огромное количество продукции стало выезжать за рубеж, гораздо больше, чем было, плюс еще местное население не может купить товары, соответственно, себестоимость продовольствия растет. Вот, если хочешь хоть как-то свести с конца с концами, должен вывезти за рубеж, то здесь, естественно, цена начинает расти. Причем это все и регулируется, в других странах мира это все регулируется, так есть понятие справедливой цены, ниже которой упасть цена не может. Потому что когда-то были такие годы, когда оптовая цена, например, на овощи, мы об этом говорим, на молоко, на многие сельхозпродукты, оптовая цена падала, а розничная росла. И это как раз тот случай, когда в России все искажено. Вот, например, цена на нефть падает, а бензин растет. А цена на нефть начинает расти, и бензин опять растет. Но это не нормальное, и это неправильные экономические механизмы. Но мы-то расплачиваемся, крестьяне, живыми деньгами за эту солярку, которая, кстати, составляет огромное количество налогов внутри этой солярки, в том числе и транспортный налог. И почему мы должны платить транспортный налог, когда трактора по дорогам не ездят? Значит, вот все эти безобразия, которые творятся в стране, это введение Платона, Меркурия, сейчас вот маркировки, дополнительные требования к экологическим составляющим нашего бизнеса, я имею в виду, утилизация навоза, ну многое чего. В результате привело к тому, что поборы такие, что невыгодно производить. А без крови выводит, получается, сельское хозяйство? Конечно. И вот эти еще раз, эти вот мифы о том, что у нас, скажем так, мы являемся, то есть сельское хозяйство драйвером роста является в России, оно является драйвером роста только по одной простой причине, я об этом тоже говорил, что, к сожалению, приписать, например, молоко, мясо, овощи, еще что-то, гораздо легче, чем приписать, например, трактора, комбайны, ну потому что тут надо показать, куда его их продали, где они стоят. А тут написал, что у тебя там производство молока 32 миллиона тонн, а вдруг выясняется, что товарного молока только 18 миллионов тонн, и мы вывозим молоко из Белоруссии. А что такое нетоварное молоко? Это как будто бы то, которое не поступает в переработку и в продажу, тогда куда оно девается. Или, например, картофель, по данным медсельхоза 22 миллиона тонн картофеля. А мы-то в картофельном союзе точно знаем, членам картофельного союза, что максимум 6, ну 6,8-7 миллионов тонн производится в сельхозпредприятиях, ну и там КФК и других. А остальные-то где? Где хранилища для картофеля? Где, ну скажем так, логистические цепочки, которые этот картофель передают в город? И поэтому вот эти глупости, причем они подтверждены уже официально. Росстат, когда проводит перепись, есть такое понятие селькозперепись, раз в 10 лет. Так вот, когда провели перепись, вот вдруг выяснили, что нет такого количества, ни картофеля, ни овощей, ни молока, ни всего остального. Но вот победно, скажем так, рассказать, что мы тут великие в производстве, а потом вдруг выяснить, что на самом деле вы посчитали все, в том числе и отходы, в том числе и там землю, например, в овощах и картофеле, значит, такое тоже бывает. И все это называется валовый сбор, а еще тогда у вас цена растет. Потому что вот именно такая проблема есть. Я об этом вчера говорил, о том, что, а как это так? Мы гордились тем, что мы себя полностью обеспечиваем, и огромное количество у нас зерна, подсолнечного масла и сахара. И именно на эти группы товаров, президент об этом говорил, именно на эти группы товаров стали поднимать цену, причем неимоверно. Ну почему, если мы себя полностью, у нас перепроизводство как будто. Именно потому что неправильные экономические условия. Павел Николаевич, получается, что сами себя обманываем, считаем для кого-то, чтобы красивые цифры были? Ну, вообще, на самом деле, приписки всегда были головной болью во все времена. Значит, у нас же хочет каждый чиновник отчитаться, так что у него все хорошо. Мы у себя в районе это видим. Вот чуткая власть, которая там ходит и отчитывается, а все хуже и хуже. Все. И образование, и здравоохранение, и транспортная доступность, и экология. Найдите место, где можно было бы сказать, что вот в этом месте, или там, вот эта отрасль стала развиваться. Отсутствие рабочих мест, отсутствие у чиновников желания помогать вообще людям. Я вам потом расскажу про бюджет. Что на самом деле является краевольным камнем вообще работы Единой России и действующей власти, которая практически вся состоит из Единой России. Но, в принципе, вчера на этом мероприятии прозвучали слова, что надо срочно что-то делать. Вот есть закон о стратегическом планировании. Надо перейти от слов о том, что мы помогаем сельскому камеру в делу. Именно Геннадий Андреевич Зюганов, потом все другие участники этого говорили, что надо внятную экономическую политику. Надо уменьшить тарифы. Потому что они вчера приводили пример. Тариф на электрическую энергию для сельского хозяйства в два раза выше, чем для промышленности. Чем это обосновано? И эти тарифы душат любое производство. Цена на солярку поднялась на 20%. На минеральное удобрение — на 30% за год. Я понимаю, что минеральное удобрение — это экспортный товар. 80% выводится за рубеж. Ну что же подтягивать к экспортным ценам наши деньги? То есть у нас же нет столько денег. Все эти мифы о том, что они помогают государству, и завалили продукцией государства, народу помогают. Все это мифы. Потому что мы же видим, что происходит практически все сети, так называемые, это иностранные предприятия. К сожалению, многие агрохолдинги, подавляющее большинство агрохолдингов тоже, это офшоры, они за счет снижения заработной платы увеличивают свою прибыль, поскольку государство сказало, что прибыль не облагается, производство сельскохозяйственное. И после этого выводят деньги, показывая прибыль за рубеж в виде дивидендов, и ничего не оставляют на территории. И это путь в никуда, об этом много вчера говорили, но, знаете как, как говорят, слабакалает, а крован идет. И вчера замминистра сельского хозяйства рассказывал, что все хорошо, у них нет никаких проблем. Квотирование они ввели на вывоз зерна. То есть, с одной стороны, сказали, вывозите зерно, а с другой стороны, квотир они ввели. Обложили всех таможенной пошлиной и пообещали, что эту таможенную пошлину они вроде бы как вернут крестьянам в виде субвенций, дотаций, ассигнований на сельское хозяйство. Я там посчитал, что минимум 37, максимум 62 миллиарда рублей они получат в виде квотирования. А пока мы не видим в бюджете, что хоть копейку прибавили на развитие сельского хозяйства. И поэтому такой сплошной обман. Но замминистра Евтухов, который от Министерства торговли и промышленности говорил, он уже точно не промышленности и торговли, а Министерство торговли и промышленности. Потому что по заявлению одного из участников 20% ВВП в российском бюджете, в России валового внутреннего продукта это торговля, это приговор стране. То есть страна торгашей. Вместо того, чтобы производить и продавать, мы продаем то, что ввозим из-за рубежа. И конечно надо менять экономическую политику государства по отношению к людям, по отношению к производителям, по отношению к российскому, а у нас еще остатки советского производства остались. И нужно, конечно, делать преференции отечественным производителям. Павел Николаевич, ну скажите, вот это парламентские слушания, они обычно всегда являются основанием для того, чтобы в законодательной деятельности вот эти все наработки, мысли эти все использовать. Как вы считаете, есть шанс, что это будет все-таки услышано и использовано? Ну рекомендации парламентские слушания, они есть, там несколько десятков страниц, и там написано, что должно сделать Государственная Дума, что предложено сделать правительство Российской Федерации с субъектом, в смысле губернатором. Но рекомендации могут быть использованы, а могут просто попасть в корзину. Судя по тому, что недавно тоже были такие слушания, но по другой теме, я там говорил, что правительство должно нас услышать, иначе будет, ну то, что сейчас происходит, я имею в виду, повышение цен, совершенно необоснованное, неконтролируемое, потому что они пытаются что-то контролировать, но контролировать нельзя, это нужно, когда управлять, значит предвидеть. Если власть хочет управлять процессами, то она должна их предвидеть. И действия власти по ведению таможенных пошлин могут совершенно обратный эффект иметь. Мы, кстати, видели методы не очень удачного регулирования гречки, в общем, они как-то странно себя ведут, они говорят, мы зафиксировали цены, но выясняется, что они зафиксировали цены на самом высоком уровне. Они так делали с минеральными удобрениями, минеральные удобрения выросли в цене, они сказали, мы пришли зафиксировали на самом высоком уровне, ну зафиксируйте, например, на ценах октября, а не на ценах марта, когда идет повышенный спрос на минеральные удобрения, тогда все будет нормально. Нет, они фиксируют на самой высокой цене, а потом говорят, мы же добились результатов, и каких результатов вы добились? Тут много факторов, мы об этом там, сколько, в 4 часа они начались, эти парламентские, слушания, а почти 8 часов закончили. Очень много интересных выступлений, я из этого извлек только одно, правительство, ну, по крайней мере, замминистры, до сих пор не слышат, что им говорят. Вопрос о доступных рынках, например, для продовольствия, ну, то есть, чтобы фермеры сами могли продавать жителям города продукцию, снятие административных припун, замминистр говорит, слушайте, а мы давно же этот закон разработали, он пока проходит в правительстве, слушайте, я об этом законе не слышу, 4 года, он 4 года проходит согласование в правительстве Российской Федерации, но если он 4 года проходит согласование, то понятно, что они не работают просто, и таких законов, о которых там, было вчера в рекомендации записано, очень много, которые лежат на полках или у правительства, или в Госдуме, и большинство их не пропускает, по каким-то непонятным причинам, поэтому, ну, мы надеемся на то, что когда-нибудь все-таки что-нибудь произойдет, но, например, снижение НДС на ягоды, яблоки, мы добивались, ну, я имею в виду, ягодоводы добивались 20 лет, 20 лет мы доказывали, что НДС 20% несправедливо по отношениям ягодам и плодам, хотя овощи были, облагались 10% ставкой НДС, через 21 год все-таки нас услышали и внесли изменения, теперь мы НДС на ягоды платим меньше, ну, если они также будут законом о торговле, с регулированием рынков, а это делают все страны, без исключения, вот, будут, прислушиваться, то, конечно, наверное, жить в это время прекрасно, не придется ни вам, ни мне. Ну, Павел Николаевич, ну, все это происходит, потому что нет политической конкуренции, на самом деле, серьезной. Вот сейчас предстоят выборы, это в 21 году, как вы считаете, что как ПРФ есть возможность создать эту конкуренцию, так, чтобы правительство, ну, как везде, это под угрозой того, что им приходится отчитываться, им пришлось бы работать, на самом деле, и слышать вот эти все рациональные предложения. Знаете, главной бедой нашей страны является апатия населения, потому что я уже несколько раз говорил, что если все придут на выборы и проголосуют за тех, которые действительно предлагают программу развития, а у нас ведь на самом деле огромный опыт в России, ну, скажем так, выхода из экономического кризиса, и это был экономический кризис, там, допустим, прошлого века, 19-го, 20-го годов, там, 18-го, который заложило еще царское правительство, этот кризис был очень серьезным, но в результате НЭПа, различных, скажем так, предложений коммунистов тогда, большевиков, мы же вышли из этого, потом был кризис войны 45-го года и 41-го, 45-го, и разбомбленная совершенно экономика, и потом какое быстрое восстановление экономики, и потом это лучшая экономика, самая передовая экономика мира, значит, никто не мог, даже США, некоторых вопросов конкурировать с Советским Союзом, а потом, вот, например, недавние события, когда Примаков, Масляков, Герасченко после дефолта доведения России европейских до банкротства, быстро ввел другие экономические меры, и страна задышала, и стала работать, сейчас перманентный кризис действует с 2013-го года, отсутствие инвестиций в основные фонды, абсолютно бездарная, нам говорят, вот эта вот рваная экономическая политика, что касается зерна, но я могу там долго вам рассказывать, какие совершенно бездурные меры принимает правительство, потом само же соглашает, что оно сделало глупости, но знаете как, это вот помните, в трех организациях полная безнаказанность, это психушки в детском саду, что не сделаешь, тебя простят, и в правительстве Российской Федерации, ну это действительно так, но еще правда есть четвертая часть, это муниципалитет Ленинского городского округа, мы сегодня об этом на совете говорили, вот, и они действительно ни за что не отвечают, и вот эти министры экономического развития, которые меняются один за другим, ну одного посадили, другого поставили, там еще что-то, они какую-то ересь несут, вот последняя встреча с президентом Российской Федерации, он рассказывает министр, что у них все хорошо, полное падение промышленного производства, экономика находится в ужасающем кризисе, потому что, ну только за январь 600 тысяч рабочих мест было закрыто, о чем говорит, что нужно все это срочно делать, они говорят, а у нас все хорошо, ну у них может быть за садовым кольцом, или там за кольцевой дорогой, все хорошо, а вся страна-то находится в ужасном положении, и если у тебя 20% ВВП это торговля, то надо срочно какие-то меры принимать, мы же не этот, не туземцы, которые бусами торговали и продавали золото на бусы, а мы сейчас нефть, газ, древесину, полезные ископаемые, те же минеральные удобрения, которые являются только основой для развития сельского хозяйства, мы что, не похожи на туземцев? Мы только этим занимаемся, что продаем будущее страны, вот и все, но, если не будет апатии населения, если люди придут на выборы, ну тогда они уж наверное проголосуют за тех, которые действительно хотят развития страны, не вот за этих либералов, или там, я даже не знаю, как их назвать, людей, которые там показали, что они ничего не могут, ну потому что давно пора уже, темпы роста экономики не могут около нуля находиться, это приговор в стране, нельзя, вот как это, Геннадий Андреевич Юганов очень интересно о стратегическом планировании рассказывал, о том, как можно довести бюджет до 33-35 миллиардов рублей, вот эти парламентские слушатели тоже очень были интересны, ну пожалуйста, но вы же видите, что деньги у вас уходят из страны, но сделайте так, чтобы не уходили, ну да, надо как это, реформировать, это плохое слово теперь, реформы, все боятся этих реформ, потому что любая реформа за последние там 20 лет, она приводила только к улучшению жизни, реформа здравоохранения, реформа образования, реформа судебной системы, реформа проохранительных органов, реформа до чего угодно, привела к тому, что ситуацию ухудшила, но есть же люди, которые говорят, давайте, ну у нас социалистические принципы хозяйства, вот у нас есть, Геннадий Ильич тоже об этом говорил, вот есть предприятие, вот в Соле Сибирское, там допустим, в Мариэл Звениговский совхоз, совхоз имени Ленина, ну вы посмотрите, в этих же условиях мы же развиваемся по-другому, кто может похвастаться сельхозпредприятием, средним доходным работником 100 тысяч рублей, ну кто, кто может похвастаться такими детскими садами, или тем, как Звениговский поддерживает своих работников и пенсионеров, показывает результаты, то есть в Европе люди говорят, слушайте, у вас лучшая колбаса, вручают золотые медали и говорят, привезите, ну я много могу рассказывать про наших партнеров, ну или там друзей, про народные предприятия, но все же хотят работать там, ну я тут это все, я все вспоминаю, ах, эти олигархи, да нет, мы не олигархи, мы красные директора, и мы, сохранив те самые принципы хозяйственные, которые были в Советском Союзе, доказываем, что даже в этих ужасных для производства условиях, когда тарифы, значит, полное засилие там, административного ресурса, никто не помогает, что-то от тебя хотят, вот лишь бы штраф наложить, вот, даже в этих условиях мы можем выживать и жить нормально, и давать работу, и главное, давать будущее нашим детям, спокойствие своим пенсионерам, производить социальный активизм, и поэтому, если люди придут на выборы, если они перестанут начальство слушать, а бюджетники же, они вот такие, вы же понимаете, я их называю, они иногда обижаются, бюджетные рабы, ну, что ты идешь и голосуешь за того, за кого тебе сказали, ну, подумай, посмотри, кто тебе поднял пенсионный возраст, кто сделал так, что ты не можешь ребенка устроить на работу, кто сделал так, что ты теперь должен за все заплатить, за здравоохранение, за образование, да за все вообще, даже теперь, как раньше говорили, это в шутку, а теперь серьезно, похоронить дороже, чем прокормить уже, а в Ленинском районе, вы понимаете, что творится, ни одного места захоронения нет, они так похозяйствовали, что нет сельхозпредприятий, но одновременно, они даже кладбище не могут разместить нигде, и поэтому это, как, головная боль, поэтому надо прийти на выборы, а когда придут на выборы, надо не слушать этих, своих этих, великих руководителей, особенно учителям, которые фальсифицируют выборы, а по совести сделать один раз, и тогда мы увидим реальную картину, и тогда мы увидим,